Раз, два, три, три, три В моем воспитании, в моем становлении Огромную роль сыграла мама и папа Я закончил Азербайджанскую государственную консерваторию Приехал в Дагестан по просьбе моего папы Папа очень хотел, чтобы я все-таки охватил родину деда Папа был в строгих правилах у нас, очень строгих правилах Он считал, что дети должны только заниматься Он был фотомарингологом Но папа, как всегда, мечтал, что все дети врачи должны быть Все братья мои были врачи Мама была более лояльна в этом отношении Она хотела, чтобы я стал хорошим музыкантом Как-то наша семья, семья врачей Единственный мурат музыкант Отец хотел, чтобы он был инженером и архитектором А мое желание было, чтобы он обязательно поступил в консерваторию Ну, отец взял век Он поступил в инженериал институт Пролучился там три месяца Пришел и говорит, что больше не хочу, больше не пойду Ну, пришлось пойти обратиться в консерваторию И его приняли в консерваторию Приехал в Баку джаза и бюро Вместе того, чтобы ходить на учебу Он ходил на репетиции джаза Мы наставили много двойки, исключили Исключили, как бы, студента Который избрал неправильный путь в своем творчестве Кстати, еще подытожил то, что я ходил с невероятно длинными волосами Я был таким женом всех лет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пришлось, конечно, волноваться, беспокоиться. Восстановили его временно, как он себя мог проявить. Ну, а потом он закончил успешно. В консерватории некоторые преподаватели были шокированы моей привязанностью к джазу. Но, признаться, я никогда не мог согласиться с делением музыки на легкую и серьезную. В последний раз, признаюсь, что относится к фантастическим кирпичам, которые стараются развиваться с разным от тем же жанром и как-то соединить их особенности вместе. Я многим обязан своему учителю композиции, профессору Зейдману. Он учился в Ленинградской консерватории, воспитанник славной композиторской школы Римского-Корска, так приверженный мелодической основе. Будучи студентом консерватории, Мурат Кожлаев стал членом Союза композиторов СССР, а также только что открывшегося в Махачкале Дагестанского Союза композиторов. После Готфрида Гасанова он возглавит эту творческую организацию, но это случится много позже. Он очень глубоко и тонко понимает джаз, несмотря на то, что все ведь мы получили в консерваториях образование-то симфоническое. В то время не было никаких факультетов, ничего. Тем не менее, интуитивно он именно залез в глубины джаза. А в глубины джаза оказались вот как раз фольклор. В наших горах братски соседствуют тридцать народности. А какое богатство мелодий, ритмов? После поездки в Африку, насмотревшись африканских танцев, наслышавшись африканских ритмов, тоже я всегда мечтал услышать все сам, меня всегда привлекала ритмическая музыка, потому что она и Дагестану характерна, я решил и это вложить в джазовый концерт. Под впечатлением встреч с Африкой родился мой африканский концерт, или как его еще называют, концерт для джаза. В Америке им неожиданно для меня заинтересовался Дюк Эллингтон и исполнил его. Это был 64-й год. Первое произведение, мое такое ходовое произведение было сыграно оркестром Селандио. Тогда у руля стоял еще Виктор Кнушевицкий. Уже в 50-м годах это был хороший оркестр радио. Вот мой приход в этот оркестр был в 50-х годах. Раз, два, раз, два, три, три. Музыка 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 Даже до окончания консерватории я уже знал, что есть такой оркестр, который может играть все, который не будет тебя гнать. Как, знаете, такие боссы, симфонические оркестры, которые молодых по шапке, подальше. А это был очень демократический мир. Потому что Виктор Николаевич был, и его сменил Юрий Васильевич Селандио, еще более демократичный человек. И вот Юрий Васильевич нас всех активно зазывал. Только начинал еще. Я действительно учился в этом оркестре. Вот чем для меня ценен оркестр Селандио. Кто мог тогда подумать, что в каком-то году я стану руководить этим оркестром? Я невольно вышел как-то в число его друзей. Мы уже выравнивались с возрастом. Селандио уж не на очень много был старше меня. Он мне доверял коллектив, как никому другому. Позвали мне всего на три года, как бы спасти оркестр. А загребел нам 20 лет. Первая пластинка в жизни, 65-й год. Вторая пластинка, 66-й год. КОНЕЦ КОНЕЦ Я, конечно, стараюсь быть всю жизнь оптимистом. И стараюсь не центрировать себя на очень грустных событиях, хотя каждый день они где-то проходят рядышком. Но я по натуре оптимист. И музыку стараюсь также писать такую оптимистическую. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...